Здравствуйте, друзья! Я тут увидел в чате, где мои студенты общаются, там шел разговор о том, вот когда тебя рекрутер спрашивает, сколько ты хочешь денег, важно, что рекрутер, то вот называть конкретное число, 30 долларов в час, или дать вилку этому рекрутеру 30-35, что-нибудь такое. И я подумал, надо на эту тему высказаться. Значит, первое, что очень существенно, это исключительно многое зависит от конкретной ситуации, в которой вы находитесь. Больше того, из 100 ситуаций, которые вроде бы даже как бы неотличимы, кроме нас с вами, есть еще люди на той стороне, понимаете? И у них тоже есть разные мысли в голове, и разный опыт жизненный, и разное отношение там к тому или к сему. Понимаете, один внимательно слушает, другой реагирует на в целом, так сказать, светлый образ, да? Правильный человек, неправильный человек, а другой смотрит, знает он вот это вот, или не знает он вот это вот. То есть, это как жизнь, да? Это очень-очень много всего. Вот как в «Капельке воды» океан отражается, вот так же в конкретном интервью отражается там целый мир вот этих всех взаимоотношений. Давайте я так, чтобы вам веселее было, расскажу анекдотец, как Вовочка беседует с учительницей Марьей Ивановной. И там возникает вопрос о том, что мама Вовочки пошла на appointment, у нее там назначили прием к сексопатологу. И вот Марья Ивановна говорит, а что это? Ну, это время советское, тогда еще люди не знали. И Вовочка ей говорит, ну вот смотрите, идут две женщины, едят мороженое, так? Одна кусает мороженое, а другая лежит, который из них замужем, так говорит. Ну, знаете, так, он говорит, который кусает? Он говорит, нет, Марья Ивановна, того, который кольцо на руке. А вам, Марья Ивановна, надо обязательно к сексопатологу, понимаете, такой анекдотец. О чем этот анекдотец? О том, что вот мы смотрим на это, смотрим на то, это не важно. Вот, допустим, дадите вы вилку или дадите вы конкретную сумму, это не важно. Скажем, в 90% случаев это совершенно не важно. Вы можете сказать, я вообще сторонник того, чтобы когда ты ищешь, там, скажем, первую работу, да, первую, и тебе не так важно, сколько тебе дали, сколько тебе важно, чтобы вообще ее получить. Она первая. Да, ты говоришь, ну, вот минимально, я бы не хотел, чтобы это было меньше, там, не знаю, 30 долларов в час. Вы можете сказать 40. И очень многие люди, которые сказали 40, получили 40. Это бывает. Ничего страшного нет, если вы скажете 40, а они скажут, вы знаете, у нас есть 30, вот вы хотите 30. Скажут, ну, давай 30. Нет в этом ни унижения никакого, ну, абсолютно ничего. Но просто бывает, что попросишь больше, они просто не будут тебя рассматривать на эту позицию. А могут искать, ну, ничего страшного, они привыкли к тому, что люди говорят, там, вот столько, а потом соглашаются на меньше. У меня был смешной случай, когда паренек, давно очень было, он рекрутеру говорит, 30. Тот говорит, а 25, если вот позиция, все, работа, позиция хорошая, там, ну, интересная работа, говорит, 25 нормально, говорит. Тот говорит, а если знаешь, вот такая ситуация, мало то, что позиция хорошая, все, все, еще возле дома, там, вот, скажем, за 20 пойдешь. Тот говорит, ну, 20 нормально. Он его опустил на 12.50. С 30. Понимаете, да? Я просто чему рассказываю? Разнообразие такое. Не важно, скажете вы вилочку или скажете вы конкретное число, вы можете сказать чуть больше, но тогда есть риск, что он вам не скажет, а если меньше. Риск такой есть, это безусловно есть. Поэтому я начинающему говорю, спроси себя сам, какая минимальная сумма, на которую ты согласишься? Ну, не знаю, не, вы можете сказать, а я и на 20 соглашусь. Ну, так не надо, ну, так, ну, уж совсем-то не надо. Потому что надо еще тоже соотносить с тем, что минимально платят в этой сфере. Ну, вот, там, 30 долларов, допустим, меньше 30 долларов, очень сложно, чтобы тебе вообще предложили. Ну, возьми 30, это же не важно сколько. Важно, что будет через год. Через год там будет, может, 50. Это отдельный вопрос. Если ты уже опытный, если ты знаешь, чего ты хочешь, если у тебя есть все основания претендовать вот настолько, иди и претендуй, вообще вопросов нет, понимаете, да? Теперь, существенно, когда ты говоришь с рекрутером, потому что рекрутеры не спрашивают тебя, сколько тебе дать денег. Рекрутер тебе не дает денег. Рекрутер в компанию обращается. То есть, фактически, вопрос рекрутера, сколько тебе нужно денег, это вопрос о том, посылать твое резюме туда или не посылать его туда. Вот вопрос. На самом деле, что рекрутер у вас спросил, должен ли я посылать твое резюме вот в такую-то контору или в такую-то контору, где платят вот столько. Он по-другому сформулировал, а может быть непонятно, непонятка такая возникла, но это реально его вопрос, посылать туда или не посылать сюда. Поэтому вам, конечно, выгодно, чтобы послали в большее количество мест. Поэтому вы говорите, ну вот это, да? А дальше пошло. И знаете, какие люди? Они занижают планку, вот как дома продают, занижают планку, их посылают там в разное количество мест. Они сходят, получат офферы и дальше начинают торговаться. Ну, это может быть более опытные, которые... Ему говорят, как же, ты же соглашался на 30. Он говорит, ну соглашался, а сейчас не соглашают. А уже оффер есть, а уже нервничает клиент. А уже, знаете, такие тоже есть мастера, как бы вот умело используют. Я этому не учу, кстати, я считаю, что это неважно совершенно. То есть, важно в жизни какой-то прорыв сделать, а уже вот эта вот там мелочевка, она подойдет. Не нужно на этом фокусироваться, особенно вначале. Когда ты разговариваешь с компанией, и они тебя спрашивают, сколько ты хочешь. Это немножко другое. Вы им говорите... Ребята, я понимаю, что у вас есть какой-то диапазон, вилка, да? Range. Вот, вы говорите, я понимаю, что у вас есть этот range. И вы говорите, я, например, могу сказать так, дайте мне минимальную в вашей вилке с одним условием. Через три месяца мы делаем, это называется, skills review. Обычные review делают там через год. Вы говорите, через три месяца мы делаем review, и даем мне столько, сколько надо. Я вас уверяю, им даже в голову не придет предложить вам минимум этой вилки, потому что так... То есть они видят человека, который, понимаете, крут. Только крутой человек может такое сказать. Потому что полно народу, которые... Они стараются на входе, еще не показав ничего толком, стараются на входе побольше, побольше, побольше. Тут приходит такой человек и говорит, давай, ну-ка, пацаны, налетай. Я помню, в подростковом возрасте боксом занимался. И там, значит, были ребята, ну, серьезно, я имею в виду, уже мастера, которые, ну, там, бать, спинку потрешь, там, в общей душевой, там, знаете, там, ну, там, общались с мастерами. Были люди, которые, вот у них мощный брюшной пресс, непробиваемый вообще. Вот они так вот, он выходит, он не вот так выходит, а он вот так выходит. Вот, вот он так встал, бей. Но у них такая, такой мощный, стремительный удар. То есть, для того, чтобы кого-то ударить, надо открыться. Понимаете, вот когда я так стою, вы меня не пробьете вот в перчатках, тут некуда. А если я начал ударять, раз, вот, это уже, да, уже есть, есть куда стукнуть. То же самое там, да, вот в живот теперь можно, вот тут можно. Поэтому они говорят, давай, давай. И ты, ему кто-то пытается стукнуть в открытые животные, а он его бах сверху. И вот вы так выходите и говорите, давай, давай, налетай. Это мастера так работают. Поэтому, если вы можете так вот, как мастера, давайте как мастера. Друзья, вы видите на мне, тут написано даже вот то, что, в общем-то, вы могли бы догадаться и без надписи. В общем, кто не подписан, подписывайтесь. Кто еще не поставил лайк, поставьте лайк. И до скорых встреч. Если вопросы какие-то есть, вот по теме, да, пишите прямо тут. Я с удовольствием по-быстренькому ничего не запишу, расскажу. Счастливо!